В 2022 году реактор БН-800 полностью перешел на МОКС-топливо, которое изготавливается из материалов, полученных от переработки отработавшего ядерного топлива. С 2014 года на четырех АЭС, входящих в Единую Энергетическую Систему России, в промышленную эксплуатацию были введены семь энергоблоков. Еще два энергоблока ПАТЭС были введены в эксплуатацию в технологически изолированной энергосистеме. Мощность энергоблоков, введенных на атомных электростанциях, входящих в Единую Энергетическую Систему, превысила 7,5 ГВт, а мощность введенных в технологически изолированной энергосистеме составила 70 МВт. География введенных энергоблоков простирается от Ростовской области до Чукотки. Большинство из них с водоводяными реакторами и лишь один энергоблок с реактором на быстрых нейтронах. Навсегда остановились, для последующего вывода из эксплуатации, 4 энергоблока атомных электростанций ЕС России, общей мощностью почти 3,5 ГВт. В том числе в 2018 году был остановлен первый энергоблок РБМК-1000, его заместил современный ВВР-1200. Еще один энергоблок был остановлен на Билибинской АЭС в технологически изолированной энергосистеме. С 2014 года мощность атомных электростанций, входящих в единую энергетическую систему, выросла на 3 ГВт с 26,4 до 29,5 ГВт. Мощность АЭС в изолированной энергосистеме также выросла – с 48 до 106 МВт. Вместе с ростом мощности выросла и доля АЭС в установленной мощности электростанций ЕС России с 11,3 до почти 12%. Друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. С 2014 года выработка электроэнергии на атомных электростанциях ЕС России выросла почти на 24%, или на 43 миллиарда киловатт-часов. А на АЭС в технологически изолированной энергосистеме выработка выросла на 34%, до 295 миллионов киловатт-часов. В 2020 году АЭС России установили абсолютный рекорд за всю историю существования российской атомной энергетики, побив рекорд выработки электроэнергии времен СССР. В дальнейшем этот рекорд был побит дважды – в 2021 и 2022 годах. Доля АЭС выработки электроэнергии электростанциями ЕС России выросла 17,6 до почти 20%, так что каждая пятая лампочка в России горит от энергии, выработанной атомными электростанциями. В 2022 году коэффициент использования установленной мощности атомных электростанций ЕС России вырос до более 86%. В то же время КИУМ АЭС Росэнергоатома достиг 86,2%. Теперь подведем итоги. За 9 лет в промышленную эксплуатацию было введено 9 энергоблоков общей мощностью более 7,7 ГВт, а остановлено 5 энергоблоков общей мощностью 3,4 ГВт. Всего в эксплуатации на 11 АЭС и в НИИ атомных реакторов находится 39 энергоблоков общей мощностью 29,65 ГВт. В 2022 году они выработали более 223 миллиардов киловатт-часов, а их КИУМ вырос до рекордных 86,2%. Доля введенных с 2014 года энергоблоков составила 23% по количеству и 26% по мощности, то есть почти четверть. На сегодняшний день в России ведется строительство четырех энергоблоков. Двух на Курской АЭС с реакторами ВВР ТОИ, одного на площадке Сибирского химкомбината с реактором на быстрых нейтронах Брест-ОД-300, и одного на площадке НИИ-АР с многоцелевым исследовательским реактором четвертого поколения на быстрых нейтронах МБИР. Кроме того, ведется подготовка к строительству еще двух блоков, одного на Ленинградской АЭС с реактором ВВР-1200, и одного на Смоленской с реактором ВВР-ТОИ. Посмотрим на расположение и мощность 11-ти атомных электростанций Росэнергоатома и на НИИ-атомных реакторов. Самая мощная АЭС – Ленинградская – 4376 МВт. Самый мощный энергоблок – номер 6 Ленинградской АЭС – 1188 МВт. Самая маленькая АЭС – Билибинская – 36 МВт. Самых маломощных энергоблоков – 4. Три на Билибинской и один в НИИ-атомных реакторов. Все по 12 МВт. На этом все. Ставьте лайки и пишите в комментариях, какую долю, на ваш взгляд, должна занимать атомная энергетика выработки электроэнергии в России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok